Да чего же простой, быстрый, а главное неимоверно вкусный рецепт ждет вас сегодня. Даже представить не могла, что будет так вкусно. Начнем с укропа. Я его уже хорошенько промыла, убрала все лишнее и теперь выкладываю в большую емкость. Нарезать его заранее не нужно. Теперь яйца. Нам нужно 3 штуки. Аккуратно разбиваем их в укроп. Конечно, вкуснее будет домашними яйцами, но и магазинные тоже подойдут. Выливаем сюда 100 мл молока комнатной температуры. Берем блендер и осторожно все взбиваем до однородной консистенции. Если нет блендера, можно взять измельчитель. Ну а если его нет, тогда меленько-меленько нарежьте укроп и перемешайте с яйцами и молоком до однородного состояния. Но лучше, конечно, это сделать блендером. Вот такая масса в итоге должна получиться. И даже не верится, что укроп мы предварительно не измельчали. Убираем его пока в сторону и подготовим следующий ингредиент. Это овсяная крупа. Я беру плющенное вот такое вот зерно, которое долго варится и не разваривается. Такая овсянка намного полезнее и вкуснее той, что быстрого приготовления. Берем блендер, высыпаем овсяную крупу. И измельчаем ее до состояния муки. Пару нажатий и все готово. Вот что в итоге у меня вышло. Сильно прям в порошок измельчать не нужно. В готовом блюде вы даже не почувствуете эти кусочки зерен. Высыпаем измельченную овсянку в емкость с укропом. Хорошенько все перемешиваем, чтобы овсянка, яичная масса и укроп полностью соединились в однородную массу. Она будет довольно густая, так как нам и нужно. Осталось добавить специи. Сначала черный молотый перец, теперь соль и конечно же мои любимые итальянские травы. Вы можете добавить свои любимые специи. Опять пару раз перемешиваем. Ох, как же это будет вкусно и совершенно необычно. Как говорится, век живи и век учись. Даем нашей массе постоять буквально 5 минут. Я совершенно не ожидала, когда только начинала готовить это блюдо, что в итоге получится просто потрясающая вкуснятина. Берем сковородку. Выливаем немного растительного масла. Кисточкой хорошенько распределяем его по дну и выкладываем нашу овсяную массу ложкой. Сразу же разравниваем аккуратно по всей поверхности, чтобы получилась вот такая вот лепешка. Толщину регулируйте по своему желанию. У меня на одну лепешку уходит 3 столовые ложки. Делаем небольшой огонь и готовим минут 5. Можно накрыть крышкой, чтобы было быстрее, но я не накрываю. Как только верх уже полностью схватился и на кухне стоит великолепный вкусный аромат, переворачиваем нашу лепешку на другую сторону. Я сильно ее не зажариваю. Главное, чтобы тесто хорошо пропеклось и образовалась легкая румяная корочка. Держим еще минут 5 и убираем нашу заготовку на блюдо. Так проделываем со всем тестом. Из этого количества продуктов у меня получилось 3 большие лепешки. Все пропорции и ингредиенты указаны под видео в описании. Какие же они ароматные и до чего же аппетитные. В принципе, можно доставать йогурт или сметану и уже так подавать к столу. Но я решила немного усложнить. Вернее, улучшить это блюдо. Для этого я взяла одну упаковку творога жирностью 5%. Можно брать домашний, можно магазинный, без разницы. Главное, чтобы он был не сухой и без больших комочков. В емкость побольше высыпаем наш творог. Добавляем 3 столовые ложки сметаны или йогурта. Пол чайной ложки соли. Любимые специи для овощей или салатов. И перемешиваем в однородную массу. Чтобы не было комочков и масса стала более эластичной и легкой, я еще перебью творог блендером. Буквально минутку. Но можно этого и не делать, если сильно лень. Просто так блюдо получится очень нежным. Вот такая консистенция в итоге у меня получилась. Однородная сырковая масса. Практически все готово. Берем сервировочное блюдо, выкладываем нашу лепешку и сверху выкладываем творожную массу. Аккуратно распределяем по всей поверхности. И кажется, что чего-то не хватает для баланса вкуса. Да, красной рыбки. Собственного посола. Кстати, как быстро и вкусно засолить рыбу, я показывала в одном из своих видео. Если не видели, рекомендую посмотреть. Ссылочка в описании под видео. Рыбку нарезаем на тоненькие пластины и выкладываем на творожную массу. Вот, примерно так. Трех кусочков, я думаю, будет достаточно. Накрываем следующей лепешкой. Немного прижимаем и выкладываем творожный сыр. Разравниваем и выкладываем рыбку. И еще одна лепешка. Проделываем с ней то же самое. Сначала творожная масса. Разравниваем. А теперь сверху рыбка. Еще можно украсить веточками укропа. Сверху, например. Вот вы себе даже не представляете, как же это вкусно. И для завтрака, и для перекуса, и даже для праздника подойдет. Круче и вкуснее любого бутерброда. Осталось порционно нарезать и звать всех к столу. Конечно, форма подачи и украшения зависит только от вашего желания. Можно просто сложить лепешку пополам, а сырная масса с рыбкой будет внутри, в виде начинки. А можно сделать так, как сделала я, в виде вот такого тортика. Здесь уже как кому больше нравится, но вкус от этого абсолютно не меняется. А он божественный, уж поверьте. А лучше обязательно проверьте сами. Режется все очень легко и не нужно ждать, чтобы что-то пропиталось. Сделали и сразу же за стол. Мягенькие овсяные коржики, нежнейший творожный сыр и слабо соленая рыбка. Это отличное сочетание полезных продуктов. Вы не заметите, как тарелка окажется пустой за считанные секунды. Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Как вам такой завтрак? Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.